Роман Савин. СДВГ-лайф или записки из Непоседского дома. Гиперфокус. Я обычно плох, но когда я хорош, я хорош дьявольски. Чарльз Буковский из интервью. Внезапно хорошая новость. Замешательство, которого хватает в жизни Непоседы, компенсируется гиперфокусом, то есть периодом экстраординарной концентрации при погружении в некую деятельность. Примеры такой деятельности – видеоигры, творчество, новое хобби, охота, рыбалка, спасение кого-то из беды, экстремальные виды спорта – вещи, которые вызывают живой интерес и, следовательно, стимулируют мозговую активность. Можно сказать и так. Вещи, которые стимулируют мозговую активность, вызывают у Непоседы живой интерес. У Непоседы первого типа вдруг заостряется внимание, и его за уши не оттащишь от книжки или какого-нибудь проекта. Непоседе второго типа вдруг никуда не надо линять. Он может жить каким-то делом, например, паять радиоприемник и совсем не горевать, что упускает время, которое в период отсутствия гиперфокуса он бы с удовольствием потратил на свои любимые шкоды. Не зря Непоседам второго типа порой говорят «твою бы энергию, да в мирных целях». Для стороннего наблюдателя контраст просто поразителен. Ребенок, который всегда со скрипом садился за домашнюю работу и уплывал через пять минут, начинает часами сидеть и внимательно читать книги по предмету, который его почему-то заинтересовал. Из этого как бы логично следует, что стоит Непоседе собрать волю в кулак, и он также методично сможет изучать все предметы школьной программы. Мечты-мечты. Спокойствие, только спокойствие. Интересная деталь. То, что у ботаников вызывает панику, например, взрыв, стихийное бедствие, фонтан крови из артерии, у Непосед вызывает искренний интерес. Ух, смотрите, как жахнуло! Пойдем посмотрим поближе. Кстати, вот вам пример гиперфокуса. Один Буратино не растерялся. Он навьючил на Артемона два узла с самыми необходимыми вещами. На узлы посадил Мальвину, одетую в хорошенькое дорожное платье. Пьеро он велел держаться за собачий хвост. Сам стал впереди. Никакой паники. Бежим. Стресс? Это норма. Есть мнение, что подобный стресс нормализует активность префронтальной коры, которая у Непосед работает слабее, чем у ботаников. Соответственно, в то время как у ботаника мозг перегревается и включается паника, у Непоседа, наоборот, мозг начинает работать в оптимальном режиме. Возможно, именно поэтому даже Непоседа первого типа может подсознательно искать приключений, так как адреналин Шкода и стресс ожидания наказания позволяют его мозгу работать без обычных препонов. Среди врачей скорой помощи и профессиональных спасателей много Непосед, так как в условиях опасности Непоседский мозг работает четко и слаженно. К сожалению, гиперфокус вряд ли появится, когда Непоседе все-таки нужно поднять задницу и сделать что-то, что он не хочет. В данном случае некая усидчивость может обеспечиться стрессом от страха, что, например, не будет сдана сессия или что Непоседу выгонят с работы. В тихом омуте. При гиперфокусе Непоседа погружается в дело. Кстати, не обязательно полезное или нужное, как в омут со всеми потрохами. В этом омуте он будет вполне себе счастлив и легко взбеситься, когда кто-то решит вторгнуться в его Непоседскую идиллию. Первые моменты отходника от гиперфокуса напоминают ощущение героя кинофильма, который просыпается в незнакомом месте и спрашивает себя, «Где это я?» Секретное оружие. Гиперфокус, кстати, является одной из вещей, которая спасает Непосед в жизни, так как, с одной стороны, некоторые проекты, например, старт нового бизнеса, требуют полнейшей концентрации и отдачи. С другой стороны, гиперфокус может дать мощный прорыв в деле, например, позволит заработать деньги, чтобы после возвращения обратно в расфокусированную жизнь появилась возможность окунуться в мечты или скитания. Дичь с рисовым гарниром. Ботанику приносит успех планомерная работа, организованность и последовательность. Ботаник подобен терпеливому китайцу, ежедневно перебирающему рис. Успех Непоседе приносит вспышки гиперфокуса, когда он может полностью раскрыть свои способности и за короткое время добиться очень многого. Непоседа подобен охотнику, который, добыв дичь, кормится ею до следующей охоты. Как я написал свою первую тоже книгу. Контраст между невнимательностью в обычной жизни и суперконцентрацией при гиперфокусе доходит до абсурда. Расскажу случай из моей практики. Прошу вас устроиться поудобнее и убрать из рук горячий кофе или любой другой предмет, который при падении может нанести вред ноге или компьютеру. Я гарантирую вам, что после прочтения этой истории вы решите, что либо я обманывал вас до сих пор, либо я обманываю вас сейчас, либо что действительно есть много в этом мире друг Горацио. Итак, в 1996 году совместно со своей знакомой я составил и издал справочник помощника-аудитора. Моей задачей была кропотливейшая работа по бездумному перепечатыванию курса валют ЦБ из российской газеты в вордовский документ. Фактически это выглядело так. Я брал российскую газету за каждый день, начиная с 1 января 1993 года и заканчивая 31 декабря 1996 года, открывал страницу с курсами валют и цифра за цифрой вносил данные в компьютер. Как это не дико звучит, но сия сверхкропотливая, на первый взгляд наискучнейшая и без сомнения ответственная работа доставляла мне огромное наслаждение. Ведь я так мечтал, чтобы вышла книга с моим именем на обложке. ЦБ России устанавливает курсы валют к рублю каждый рабочий день. В календарном году 250 рабочих дней. В четырех годах 1000 рабочих дней. То есть мне нужно было физически открыть российскую газету и найти там страницу с курсами валют минимум 1000 раз. За те 4 года список валют менялся, но в среднем в каждом номере РГ печатался курс 30 валют. Курс включал в себя в среднем 5 цифр. Считаем. За полгода работы над справочником я вручную перенес и напечатал 30 тысяч чисел со знаком после запятой или 150 тысяч цифр. При этом я не сделал ни одной ошибки ни в самих цифрах, ни в последовательности, ни в месте для запятой, ни в комбинации код валюты, курс валюты, дата котировки. Я знаю, что работа была проведена безупречно, так как делал двойную проверку. И за все эти годы издательство не получило ни одного сообщения об ошибке, а тысяч аудиторов, использовавших наш справочник. Ну, как вам такой непоседа? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!